Субтитры делал DimaTorzok Гвалт ваших вопросов А что же вы вчера не озвучили наших лидеров каждой зоны? Мы эту интригу оставили специально для утра В качестве утреннего кофе И поэтому я сейчас это сделаю Итак, зона А, которая белая Здесь у нас стройка лидеров сформировалась из Васильева Дениса Лыскина Евгения и Фидорец Алексея И зона Б, которая красная У нас лидирует Малышев Петр, Воротняков Владимир и Гашинов Денис Вот такие вот у нас на вчерашний день лидеры Но фортына, как вы помните, она очень изменчива И поэтому сегодня может поменяться 10 секунд И те игроки, которые немножко спустились по итоговой таблице Они могут сегодня подняться и сместить немного призеров, лидеров и так далее Кстати, ух ты, тренер Ну, что ты скажешь? Смотри, какая погода, солнце, красота Визжащие фрикционы Спортсмены, которые реализовывают свои поимки Судьи, которые зачет Прям приятно слышать Ну скажи, прошла работа над ошибками? Все хорошо? Мне главное рыба Мы, с учетом вчерашних ошибок Вчера была свежая форель Сегодня наколотая Мы поставили более легкие головки, чтобы соблазнить ее И уменьшили темп работы Пока мы в турах лидируем Что покажет 20 минутку, сейчас узнаем Но работа спортсмены уже с утра По-моему, такое начало бодрое вполне Насколько я знаю, по-моему, вчера было зарыбление Да, до зарыбления, да Сейчас в районе 11,5 тысяч 12 тысяч голов в водоеме Вообще красота Но она немножко наколота Поэтому не такой уж прям должен быть бешеный темп Но все равно, какие поимки вы видите на заднем фоне Зато от этого спортивный накал только увеличивается Да, ее право видно Поэтому сейчас мы, как говорится, пройдемся по спортсменам Посмотрим, как проходит первый период И оставайтесь с нами А я всегда за спинами Смотрю, наблюдаю, корректирую Вот мы тебя со спины поймали Все, Саш, не будем отвлекать Мы пойдем дальше работать Люб дорого посмотреть, да, такие именитые спины спортсменов Спины, в смысле, не спиннинги, а именно спины спортсменов Как выразил сам тренер Стоишь и чувствуешь вот эту атмосферу И даже несмотря на то, что мое здоровье на этом поприще немного пошатнулось Я вот чувствую эту дух и атмосферу И хочется продолжать работать, комментировать для вас Чтобы передать все происходящее здесь Поэтому пойдемте дальше, посмотрим, что там происходит И отрыв его достаточно приличный Однако у спортсменов есть еще минутки три Посмотрим, что удастся сделать за эти три минуты Альберт Бондаренко из Абхазии забирает также рыбу в подсаку У него очень принципиальный поединок с Виктором Бубновым Который ловит исключительно на хардбейсе весь турнир У него колебалка на том конце спиннинга И даже в зубах запасная рабочая Посмотрим, что удастся Виктору Во-первых, завести рыбу в подсаку вовремя Чтобы получить зачет Есть! Ну что, первый период уже закончился На самом деле здесь очень трудно комментировать Поскольку здесь групп операторских съемочных комментаторов достаточно Ну, наверное, это сравнимо с серьезным футбольным матчем Когда просто накал страстей невероятный И вот мы стоим как раз возле секторов Где Альберт Бондаренко и Евгений Лыскин И, кстати, здесь интересная борьба была у Альберта с Виктором Вот, к сожалению, фамилию забыл Но тут в чем самый интерес? То, что Виктор ловил на хардбейсе А Альберт Бондаренко у нас ловил на силиконовой приманке То есть те самые софтбейсы Такое противостояние жесткого и мягкого Альберт, как утро начинается? Как настроение? Как вообще? Настроение хорошее, форель активное Утро началось с победы Надеюсь, и продолжится так же Будем стараться Продолжай в том же душе Отличный настрой давайте, ребята Дерзайте Максим, Максим, Максим Ну, пока ты бежишь, давай, давай Мы с тобой немножко пройдемся Ты далеко, да, сектор меняешь? Нет, нет, буквально Вот здесь вот рядышком, да? Ну что, ты как бы сегодня софтбейс? Продолжаем тематику? Да, да, вчерашняя тема Как форелька? Несмотря на то, что она наколка Слушай, очень классно То есть супер Да, я сейчас поймал 13 рыб Выиграл 13-11 Но на самом деле борьба такая Настроение потрясающе на самом деле Вот второй день, ребята, у него нет Мне кажется, они еще более активны и свежи, чем вчера Поэтому успехов Продолжай болеем На всей душе Ну вот мы можем видеть, как происходят Опять поимки, вываживания Работа судей Это уже второй период Сегодняшнего второго дня турнира И мы можем видеть, как молодой судья Но не начинающий Данила Стеменко Четко и отлаженно производит свою работу И вот слышно команду Зачет Сейчас Приманку освобождаем Такой достаточно молодой Но строгий судья, мне кажется Ах, а рыбка-то закровила Закровила все-таки, оказывается, да? И поэтому пришлось ее Мертвить Ну, что делать Не без этого К сожалению, форель Очень жадная Хоть и второй день И хоть она и наколтая Но она продолжает так же активно кормиться По-моему, здесь где-то открыли сырную фабрику Вот по запаху очень напоминает Но все дело, как вы понимаете, в аттрактанте Мы с вами можем наблюдать за работой Сергея Кирюшина Насколько я знаю, вчера ему очень тяжело давалась рыба Но Сергей не унывал, как действительно настоящий профессиональный спортсмен Тяжело И самое главное, что рыба действительно настолько бойкая Что мы наблюдали, например, как Илья Кедулов вываживал рыбу И завести ее в подсак совсем не просто Поверьте мне, она действительно исполняет такие свечки И такие пируэты Что она может 10 раз заходить В подсак разворачиваться и уходить Поэтому, поверьте мне, чтобы выполнить все по строгим правилам И рыба вошла в зачет Это непростая работа И вот опять мы видим вываживание Это... 31 рыба Это Тимошкин Сергей 31 номер И... Рыба в подсаке И главное, чтобы не прозвучала команда Закоровила Потому что опять-таки это потеря огромное времени Мы вчера с вами в этом убедились Ну, у нас настолько профессиональный Это возьми, что вот сейчас Мухорт и Евгений В своем подсаке Извлекает приманку И вот отпустил форельку рыбы Вошла в зачет И он даже по рыбе может определить Что это свежий запах Не запах, а запуск Шнайдер, рыба А немцы-то могут Это... Это... Господин Шнайдер Вальдемар Команда Германии И вот посмотрите, как ребята, как говорится, из Германии ловят Очень неплохие результаты показывают По вчерашнему даже знаю Вы думаете, как они понимают все? Да, ребята хорошо говорят по-русски Так что это русские немцы Денис Демидов с невозмутимым спокойствием продолжает свою работу Да мы тебя поймаем, поймаем Все нервы скрипали уже эти спортсмены Как они могут себе такое позволить? Ох уж эти спортсмены На самом деле идешь вот так вот наблюдаешь вот с утра А что происходит здесь? А здесь происходит то же самое, что и вчера Но только вот этот азарт, он не убавляется нисколько Поимки, зачеты, рыба Все здесь, все вместе И самое главное, что мы в правильном месте Астамур Сангулия Асик, доброе утро Красавец, смотри, смотри Очередная поклевочка вываживания Вот, ребята, что такое Настоящая работа Это было четко Это просто достойно отдельных аплодисментов, друзья Ну, не будем отвлекать Мы с вами еще прогуляемся, посмотрим, как там происходят дела Кто-то просто вдумчиво наблюдает за своим спиннингом Как он работает Кто-то меняет приманки Очередной виск фрикцион Вываживание рыбы Можно понаблюдать Рыба Некрупная, но тем не менее рыба Смотрите, как филигранная Елена исполняет Вываживание рыбы А отца Ну, я же говорю, это Это сказка, это красота Все-таки женская половина Доставляет огромное эстетическое удовольствие Ох, здесь такая красивая заруба происходит Вот это называется столкновение двух разных тактик совершенно Альберт Бондаренко и Александр Жуков Это борьба стримовой ловли и арийной ловли За этим стоит наблюдать Мастодонтов Сегодня их столкновений будет очень большое количество Смотрим Вот только что у Альберта была в зачете Очередная фарелька Я знаю, что у Саши уже тоже, по-моему, есть несколько рыбок Давайте понаблюдаем, какая тактика И как происходит вообще ловля И вот Сходы, к сожалению, неизбежны Поскольку фарелька активно Она гуляет, котлует И пощипывает приманочки И вот здесь вот задача спортсмена Главное собрать свои нервы в кулак и не сдаваться Так, так, так Очередная рыба на крючке у Александра Жукова Процесс вылаживания Главное, чтобы рыба не сошла Рыба Так, 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 так Подсак в воде Еще несколько секунд Рыба в подсадчике Рыба Судья дал команду рыба Главное, чтобы теперь услышать команду зачет И все-таки вот интересно наблюдать за тактикой Двух противоположных видов ловли стримовой и арийной Вот мы только что видели работу Альберта Бондаренко и Александра Жукова И вот опять, как вчера мы наблюдали о том положении спиннинга Положение самого спортсмена Как анимируется приманка Вот и обмен опытом, о котором они говорят Посмотрите, как это работает в действии Так, ну что-то мне пока подсказывает Что Александр Жуков вырывается в фавориты в этой невероятной зарубе Наблюдаем за Альбертом Бондаренко, что он нам ответит На поимку Александра Нервы спортсменов, конечно, на пределе Вот это разница тактики Но полпериода еще не прошло После которых спортсмены могут поменяться секторами Насколько мне известно А вот и Владимир Иноземцев Приближается к нашему сектору И сейчас от него прозвучит, наверное, команда о том Что скоро будет половина этого периода Ну мы, кстати, можем спросить Оладь Далеко ли до половины периода Две с половиной минуты Две с половиной минуты Две с половиной минуты Как кумир идет? Кумир идет бодро И очередная рыба Ох, насколько же это был уверенный и красивый Александр завел свою рыбку в подсачек По-моему, он явно пока вырвал преимущество по очкам у Альберта Бондаренко И это не может не сказаться положительно на настроении спортсмена Тяжело, тяжело, конечно Борьба действительно очень напряженная Я наблюдал за работой ребят И видно, видно поклевки форели Они на каждой проводке Я вижу это даже по кончику спиннингов Я представляю, какое напряжение испытывать спортсмена в эти минуты Это просто невероятно Так, рыба Закоровила, к сожалению Вот то, о чем мы говорили Этот процесс отнимает много времени Ибо поминки есть поминки И тут, к сожалению, ничего не поделаешь Надо проводить достойно рыбку Последний путь А тут неподалеку наблюдаем работу Алексея Железкина Насколько он сегодня прям хорошо и сурово это исполняет Впрочем, вчера он, как вы помните, неплохо реабилитировался после начала А сейчас, по-моему, он так пытается доминировать И, наверное, неплохо А вот сейчас мы можем наблюдать Как раз половина периода прошла И спортсмены меняются сторонами То есть спортсмены, находящиеся слева, переходят на правую сторону Спортсмены, находящиеся справа, переходят на левую сторону Как это скажется на поклевках, на поимках и реализации Мы можем только пока предугадывать Но давайте посмотрим Тут осталось 10 минут, а борьба все на колени и на колени 12-9 пока, да, правильно? Я даже теряю, если никого помню, здесь в двух соседних секторах и командах сплошные поимки, поклевки происходят реализации Александр Жуков только что, Алексей Железкин отметился Сергей Дмитриев Вот Альберт Бондаренко буквально там 30 секунд назад рыбку поймал Ну тут прям просто теряешься Вот очередная рыбка на крючке у Альберта Бондаренко И только осталось, чтобы она не сошла Поскольку сегодня сходов очень много рыбов в подсаке И самореализация Красиво, красиво Это была абсолютно слаженная борьба И опять, и опять ВВС России не дает нам спокойно снимать Потому что, ну что ж они тут своими коптерами-то летают и шумят, а? Слушайте, такой накал, такой накал Немного поправляет Примонг Ольберт и возвращает ее в воду Мне кажется, после смены сторонами спортсменов Рыба должна была тоже немножко попривыкнуть к разной тактике Поскольку подача приманки изменилась Да и, наверное, приманки изменилась Поскольку я вижу, что ребята ловят на разного цвета силиконовые приманки Поэтому понаблюдаем, как это скажется на их итоговом счете в этом периоде Я смотрю на эту картину Количество людей, движение, которое здесь происходит, поимки рыб По-моему, это называется форелевый бродвей Мне так кажется, да? Потому что, ну вот смотрите, на наших глазах Это прям дуэтом, дуэтом вываживания рыб происходит Это невероятно красиво, очень азартно Смотрите, это Александр Егоров и, насколько я знаю, Николай Балушкин А вот эта рыбка-то просто так не дается Как говорится, без труда не вытащишь и форелечку из пруда Достаточно крупная и бойкая рыба, но рыба уже в подсачке Идем дальше, идем, там интересно Командон Леспин, Илья Чекмарев, очередная рыбка И Константин Кузнецов тут же следом ловит И вот то, о чем я вам говорил Вот, видите, тут сплошная работа операторов, комментаторов Это невозможно, это действительно какие-то вероятные футбольные соревнования Шахматный турнир, Каспаров-Карпов, что-то такое Сильно в сторону Дениса Васильева, но вот этой форели у Константина сокращает отставание И опять, и опять дуэты Олег Мелькер И Мурат Имадов, и Рыба в подсаке Рыба, рыба Олег Мелькер уже зачет отметился Форель, какая бойка, это, наверное, свежий запуск Конец, конец периода, мы сейчас быстренько подойдем к суде Посмотрим на результат Александр Жуков и Альберт Бондаренко Вот так вот, Александр Жуков после вчерашней битвы с Альбертом реабилитировался Так что теперь можно считать, что у них дружеская ничья после первого этапа соревнований Так что пойдемте смотреть, сегодня еще будет много интересных заруб Вот именно красный сектор я не зря назвал форелевым Бродвеем Прям действительно он и широкий, и выстроен спортсмены красиво И стоишь, и любо торго созерцаешь Всплески рыбы, подсачики в воде, звенящие фрикционы Солнце, которое все выше сегодня и выше, и припекает Даже Владимир Иноземцев, видимо, подобляясь этой яркости, сменил свою куртку под стать жилетки И теперь и куртка яркая, и жилетка яркая В общем, сегодня все ярко, все красиво Это второй этап заключительный Кстати, сегодня будет не 8, как вчера в первом туре, а 6 периодов Все почему? А все потому, что дальше начнется самое мощное рубилово этого второго заключительного тура Одна четвертая, одна вторая и финал И мы здесь сегодня с вами этого дождемся Вот так вот наблюдаешь за работой в двух разных зонах, красной и белой И что-то начинает напоминать, знаете, когда едешь на машине Вот этот закон подлости, закон левого ряда, да? Когда смотришь, у тебя не едет, а тут кто-то поехал, ты туда, так и здесь Смотришь в зоне белых, не клюет Смотришь в зоне красных, клюет Только ты сюда перемещаешься, бац, у них пауза А клюет в зоне белых Вот такие параллели у нас здесь, на соревнованиях Вот, кстати, прозвучал гонг, оповестивший о том, что четвертый период закончится И мы сейчас с вами у кого-нибудь обязательно возьмем интервью и побежали Японские снасти, это звучит достойно Денис, приветствую Ну, рассказывай, рассказывай Мы не будем подглядывать, мы будем у тебя только комментарии слушать Что ты там скажешь, как сегодня происходит заруба Ну, сильно, все очень напряженно Нервенно проиграл две игры Так, значит, могу предположить, что как минимум две выиграл? Да Красавец, а не, ну так, это, знаешь, внутреннее такое противостояние, но оно нормально, подстегивает Да, есть, осталось еще две, надо их две выигрывать Давай, давай, прям настройся, возьми себя в руки, возьми все спиннинги и мочи всех Красавчик, давай продолжай в том же духе Ни попух, ни пера И все знакомые лица, идешь, 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 идешь А вот неспешно, кстати Итальянские ламборгини, попивают чаек В такой расслабленной обстановке Вот видите, видите, да, вот даже говорит, не ходи ко мне А ведь знаешь, что я ничего плохого не скажу Так, Максим, Лена Я первый, ты со мной? Обязательно, мы всегда с тобой, Макс Мы всегда с тобой Просто время потратить, много перевезло Он даже аж Серега все выронил Мы всегда с тобой, не переживай Есть рыба Зачет 3-0 4 номер За счет Есть рыба, Алексей Алексей продолжает доминировать в этой зоне Алексей, распишись, пожалуйста, в результате Я так думаю, что тебе тут больше уже не надо Ну вот стоит разобрать один уникальный случай Леш, привет Привет Ну, ты настолько широкий души человек, что тебя даже соседний сектор освободили от соперника У тебя чистая и неоспоримая победа Тебе, в принципе, можно было после рыбы в первой Сесть спокойно на лед кофе и посозерцать, но... Количество рыб, насколько я понимаю, тебе важно Да, мне очень важно А важно почему? Ну, потому что есть шанс зайти в восьмерку финалистов Так, это почетный достойный, да? Да, поэтому нужно количество хвостов, потому что это очень важно Ну, в твой случай, Никалин, да? Ты смог и половить в удовольствие И некоторым образом перевести дух и собраться с мыслями Ну, возможно, да Ну, я лучше бы играл с соперником Мне жалко, что с Константином так вышло То есть, пускай поправляется скорее Да, мы тоже желаем ему скорее поправиться А тебе желаем все-таки войти в эту восьмерку, дерзай дальше Спасибо тебе большое А, Бродвей везде Тут невозможно ходить спокойно Тут все время стоят спортсмены, судьи Приходится как-то пробираться Кстати, хочется заметить, что пятый период закончился И сейчас начало шестого, который ознаменует окончание основных периодов И вот дальше, то, о чем я вам говорил, начнется дикая заруба просто Вот стою я на Бродвее И складывается у меня полное впечатление Что с наступлением полудня рыба тоже решила пойти пообедать Ибо поимок стало в разы меньше Отсюда и философское настроение Вот с ветераном со мной стоит раннер Да, плюс она еще много ее наколотой И она плавает, то есть видно, как особи, которые уже накололись были на крючке Она плавает неактивно, либо болеет и переживает за то, что она уже сегодня накололась Рыба переживает? Спортсмены? Переживают Все переживают Все переживают Здесь вообще невозможно не переживать и не сопереживать Красиво, технично и так же не спеша, как и стало поведение рыбы Слюнков команда Big Cat Fishing И очередная рыбка в зачете Так прям неспешно Я же говорю, такое ощущение, что полдень, сиеста, рыба наколота Продолжаем сопереживать Обратите внимание, что сейчас Максим поставил черную личинку То есть это что означает? Мы с подветной, подсветлой стороны Темный контрастный цвет Ни контрастный, ни белый, ни розовый, ничего То есть именно в период, когда форель максимально пассивна Нужны темные цвета и очень деликатная, деликатная подача Ну, я так понимаю, это еще связано с тем, что у нас солнышко, практически, извините, и очень большая освещенность Первое, это солнце Второе, это активность фореля То есть темная личинка на бровке водоема И приносит свои плоды Многие спортсмены сейчас перешли на это О, как? До финиша, одна минута, до финиша, одна минута И у Максима поклевка, рыба, рыба, рыба Максик родной, давай, давай Ах ты ж мой, кубик красавчик Где судья, где судья? Судья Где судья? Андрю Здесь рыба Зафиксировали? Вот так вот, непросто Все, закончилось 6 периодов Сейчас будет... Но вы можете видеть эмоции живые, эмоции спортсменов, это... Конечно, я не знаю, как ребята держатся, это очень тяжело Максим, ну, что ты скажешь, что в этом туре? Какой счет? Ну, в этом 2-2 То есть ты сам видел, за минуту... Я поймал рыбу, его буквально на считанных секундах, вот у меня произошла поклевка, ну... К сожалению, к сожалению Ну, что делать? Ну, все равно, 2-2, ничья, это не поражение Результативно? Да, да Но это главное Ну что, готовы? К реальной зарубе Итак, друзья, остались считанные секунды до старта одной четверти финала Я вам оглашу, пожалуй, список восьми, одна четверть финалистов этого действия Это Васильев Денис, Федорец Алексей, Малышев Петр, Железкин, Алексей, Гашинов Денис, Давыдов Дмитрий, Лыскин Евгений и Зарубяний Алексей Тот самый Зарубяний Алексей Помните? Который играл с тенью в одном из периодов Вот сейчас мы услышим дудку Владимира Иноземцева Ух, началось, началось это действо Ну, такое спокойствие Приманки в воде Итак, Лыскин, Лыскин Евгений Первая рыбка в его... Так, соперник по сектору Из команды Зевикс Тоже рыбка И... Да, Федорец Алексей, кстати, быстрее сделал уваживание Малышев Так, я так понимаю, ловля продолжается на софтбейце То есть все ловят на резину По крайней мере, из того, что я уже... А нет, где-то, где-то мелькает колебло Давыдов, Давыдов Евгений, чемпион Береговой уловли, если вы помните Да, вот уваживает, уваживает форельчика Давыдов, Давыдов Что делается, что делается в том секторе В предпоследнем, где Денис Давыдов и Алексей Железкин Это какой-то безумный противоборство Так, Алексей Зарубяний и Денис Васильев идут на ноги И Зарубяний пока вырывает На одну рыбу преимущество Одна рыбка, одна рыбка отделяет Дениса Васильева И вот Алексей Зарубяний Дмитрий Давыдов Так, Гашенов, Денис паркует рыбу Лучки Ооо, Денис Васильев 10-10 10-10 И очередная рыба у Зарубяний Оооо, вот это, вот это игра Вот это невероятные эмоции Это что-то, это танцы какие-то с бубнами просто Мне кажется, Зарубяний просто закинетизировал эту форель Вы видели, вы видели? Оказывается, большие люди умеют и такие танцы исполнять Ну и все Одна четвертая окончания Вот это, конечно, досадно Я понимаю, что спортсмены испытывают невероятное напряжение Что я могу сказать? Я хочу бросить микрофон И просто поболеть Потому что сдерживать свои эмоции Это крайне тяжело Но Что я могу сказать? Одна четвертая закончилась Ты видел какие-то нервы? Да, я тебя не видел рядом с собой Мне так нужно было твое авторитетное мнение По-моему, теперь, мне кажется, у меня в фаворитах не гудок Владимир Васильевича Наземцева А танец Алексея Зарубяни И у нас в полуфинал прошли У нас два теперь Евгений Лыскин Петр Малышев Малышев Алексей Зарубяни И Алексей Железкин Железкин Да, тот самый Алексей Железкин Который вечный Как говорится Соискатель в сборную Так что А вот оно началось Да Петр немного делает копировки в тактике При этом он все еще делает одну проводку И видно, видно, как у него происходят поклевки, но без реализации пока Петя И Я готов практически, практически из последних сил потерять просто все свои голосовые сказки и заключать Молодец, Петя, красавец Просто, я не знаю, вымучил эту победу Ну что, пойдемте, наверное, приблизимся поближе к этим мастодонтам, чемпионам Тройка призеров Железкин Алексей Московская область Алексей Награждается символическим чеком На 75 тысяч рублей От генерального спонсора МИДА Групп И Памятным призом от ООО Лига профессиональных рыболовов АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место Заворубяне Алексей АПЛОДИСМЕНТЫ Московская область АПЛОДИСМЕНТЫ В прошлом году он был точно на такой же ступени пьедестала почета Он награждается памятным призом от ООО Лига профессиональных рыболовов Символическим чеком на 125 тысяч рублей от генерального спонсора МИДА Групп И наконец Победитель Осенней сессии ПАЛТРАУ 2018 МАЛЫШЕВ ПЕТР АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Петр награждается Памятным призом от ООО Лига профессиональных рыболов Кубком ПАЛТРАУ И чеком На 250 тысяч рублей от генерального спонсора МИДА Групп Победитель осенней сессии ПАЛТРАУ 2018 МАЛЫШЕВ Петр АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДАБАЕ АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь нечем Победителей не судят Субтитры создавал DimaTorzok